Ребят, всем привет! С вами, как всегда, JamboMax, и в этом видеоролике мне захотелось вернуться на Xbox One после Xbox Series и посмотреть, каково это. В этом видеоролике мы поиграем в несколько игр, но также я вам расскажу о своих ощущениях, как оно ощущается, именно о разнице между Xbox Series и Xbox One. Консоль Xbox Series я посчитал, что пользуюсь уже давно, чтобы привыкнуть к ее производительности, к ее, там, быстрой загрузке, к ее разрешению и тому подобное. И подумал, а было бы неплохо, если сейчас включить, так скажем, консоль пастгена и сравнить вот эти вот ощущения, потому что тогда, когда ты играешь на чем-то лучше, то пастген уже чувствуется таким себе. Короче, в этом видеоролике мы с вами и посмотрим на это. И если что, я буду играть на Full HD Monique, ну это так, для справочки. Ну а перед началом видеоролика хотел бы вам порекомендовать канал Marilas. Если что, на этом канале вы найдете ролики по играм в формате Экзе. О, look at this! А ты заеб... Парень только начинает, поэтому такого контента у него будет много, поэтому переходи, подписывайся и передавай привет от меня. Если что, ссылочку на его канал я оставлю в описании. Так, первая игра у нас становится на тестирование Gears 5. Я довольно-таки часто в нее играю, как и в мультиплеер, так и в режим побег и тому подобное. А Gears 5 я знаю, так скажем, с релиза. Вот, играл как на консоли Xbox One, так и на Xbox Series. И давайте попробуем поиграть в компанию, дабы она у нас не занимала много времени и чтобы, так скажем, была одна и та же локация. А если вдруг вы не знаете, то Gears 5 получила некие улучшения под Xbox Series. Вот, и также в Gears 5 есть режим 120 FPS в мультиплеере. Компания идет здесь в 60 FPS. Вот, не знаю, в стабильных не знаю, нет, но как бы точно знаю, что 60. В Gears 5, если что, я играю очень давно, прям за релизом, мне нравится данная франшиза. Безумно нравится, потому что прошел всю часть, и классно. Очень жду шестую часть, мне очень интересно, чем закончится трилогия. Вот, и пока, так скажем, все обычно, потому что я на Xbox Series играл, и играю, и буду играть. Вот. Кстати, еще маленькое такое замечание. Когда я переселся Xbox One на Xbox Series, единственное, что я, ну, так скажем, почувал разницу, это только лишь в решении, в четко-картинке. Что игра стала четче. Но мне сейчас очень интересно вернуться именно на консоль Xbox One, и посмотреть, насколько там нечетко, так скажем. Так, давайте прям совсем немножко сейчас сдвинемся, и попробуем переключить с моим же нахватку. Так, как вы видите, мы сейчас на Xbox One, и давайте запустим ту же самую гирю. Сразу заметно 30 фпс, но вот по качеству графики, я сейчас просто вам передаю свои ощущения, я не знаю, как у вас, так скажем, при записи данного видео, потому что я смотрю, грубо говоря, исходник. Не могу сказать, что разница какая-то прям невероятно глобальная. Хочу напомнить, что опять же, в гире пятой на Xbox Series некие улучшения. Опа. Вот это, вот это был скачок. Ну, кстати, тогда, когда я играл первый раз, такого скачка не было. Что за фрезы? Вообще, таких фрезов даже на фатках не должно быть, потому что, когда я проходил первый раз в гирю, такого вообще ничего не было. Да и знаете, кроме 30 фпс, я не могу сказать, что прям какие-то невероятные отличия. Так. Вот, кстати, при 30 фпс, на той численности, в которой играю, целиться немножко сложновато. Многие могут сказать, вот, как бы там, 4к разрешение, но опять же, я вам говорю, что я играю на пулушки. На пулушки из телеки, поэтому той разницей между 4к и фаткой full hd на 4к телеки, я эту разницу пока не увижу. Пока, собственно, не подключу данную игру в 4к телек. Не, на самом деле, пока не могу сказать, что грандиозная разница, что я играл только что на нексгене, но опять же, только 30 фпс пока, только 30 фпс. Может быть, если сравнивать прям детально, прям подходить к каждой, я не знаю, к каждой тумбочке, к каждому огоньку, может быть, разница будет действительно видна в прорисовке и так далее. Но пока что, пока что все довольно-таки нормально. Делаем по той же тактике, что и делали. Ай-яй. Топатки меня положили, к сожалению. Ребята, поднимайте. Всех подниму. Так, теперь мы снова на Xbox Series, ну и давайте попробуем ту же новую колду. Кстати, если что, на Xbox Series колда, вот именно Cold War, она имеет две версии, так скажем. Есть под новое поколение, а есть по братской совместимости. И под новое поколение, чтобы его получить, нужно доплатить 10 баксов, так скажем, улучшение за плату. Вы дадите мне записать. Почему именно сейчас скажите? Почему? 15 минут позже. Спасибо, спасибо. Так, все закончено. И давайте попробуем на New Town 24 на 7 поиграть и потом поиграть на Xbox One. Если что, Cold War мне понравилось намного меньше, чем Modern Warfare. Под связанность с тем, что Cold War, на мой взгляд, немного устаревшая, хотя она и вышла раньше. Под контролем. Нееееет, опять! Спасибо. Так, ну я думаю, достаточно И давайте переключимся на Xbox One Так, перед нами Cold War и, по сути, то же самое, что на Xbox Series Опять же, мутная картинка Не сказать, что прям мега мутная Но, так скажем, вот это вот маленькое мыльцо, она немножко ощутима Прям совсем чуть-чуть Ну, вот по Cold War хочу сказать, что здесь я разрешение ощущаю даже на Full HD Виднеются лесенки и нестабильный FPS, так скажем Он чувствует, что скачет Не могу сказать, сколько на сколько Но, вообще, как в мультиплеере 60 Но не могу сказать, что они мега стабильные Вы, в принципе, должны видеть все сами Я надеюсь, что вы видите хотя бы приблизительную картинку Не могу сказать, что это ужасно И что прям невозможно играть Но на Xbox Series, естественно, лучше Что касаемо задержки ввода, а именно на геймпадах Фил Спенсер говорил, что на Xbox Series введена какая-то новая технология В которой задержки еще меньше Но сейчас я на Xbox One играю на Xbox One геймпаде И, по сути, ничего такого грандиозного я не ощущаю вообще Так, я думаю, на этом достаточно И давайте перейдем сейчас в Forza Одно из, кстати, таких нововведений новых консолей Так это быстрая загрузка Вот в Forza она действительно быстрая Опять же, мы сейчас попробуем запустить ее на Xbox One Давайте просто покатаемся Посмотрим на окружение и так далее Так, ну в принципе, я запомнил, как выглядит здесь Forza И давайте сейчас переключимся на консоль Xbox One Запускается Forza на фатке Она намного дольше, чем на Xbox Series Поскольку на Xbox Series там буквально 5 секунд Здесь уже, наверное, секунд 20 Это, так скажем, первое отличие, которое прям чувствуется Если так считать, то на Xbox Series с Forza бы загрузилась, наверное, уже раз 6 На фатке всего лишь раз Ну, понятно, создашник Так, ну, в принципе, опять же, все одно и то же Вай-вай-вай-вай-вай-вай Я не знаю, что строится сегодня с моей консоли Но проседую прям жесткие Возможно, опять же, интернет может быть почистить Конечно, не знаю Но в целом, опять же, видно, что немножко разрешение чуть пониже На фатке Ну, а в целом 30 FPS Не могу сказать, что они выглядят прямо на 60 Но они здесь намного стабильнее Чем даже, наверное, были в той же гире пятой Именно на фатке И играются вполне себе Так скажем, каких-то невероятных отличий Да, вот как простой пользователь Xbox Я не могу сказать Да, опять же, если вглядываться Да, опять же, если смотреть прям детально Разница будет Ну, разница будет именно, может быть, чуть почетче Чуть не почетче Но вот когда ты играешь Ты к этому быстро привыкаешь И, например, та же фатка Она, да, она не чувствуется как нэксген Из-за отсутствия 60 FPS Но играется, как по мне, очень комфортно Но поскольку это тэкс Он должен быть хорошо оптимизирован Да, я понимаю, что это не всегда Но в большинстве случаев Именно так и должно быть В целом Очень даже И давайте теперь запустим, к примеру, Titanfall Так, я решил, что Titanfall 2 я запущу сначала на Xbox Fat А потом уже на Xbox Series Играет 2000 человек Что Немножко мало Но я думаю, что мы кого-нибудь найдем Кстати, для справочки хочу сказать Что Titanfall не получал никаких улучшений Под новые поколения Так, вот мой любимый Titanfall Реально долго в него не играл Но Вроде как все помню Буду тупить Потому что В чувствительности Я немножко отвык Так, в принципе Мне сейчас нужно запомнить Как и что выглядит Ой, ой, ой Как ты телепортишься-то, а? Боже мой Вот меня на самом деле Капец как бесит Когда достают из Фазового сдвига Ты вроде Телепортируешься А вроде как и нет Вот, кстати, всегда тяжело Вломиться Посередине катки И начать что-то делать Поскольку ты как-то вот Не знаю Как вот катку начнешь Так ты ее и продолжишь Это всегда так было у меня И, по-моему, в любой игре Так, а мы победили Так, неплохо Запомнили, как он выглядит На Xbox One И давайте переключимся На Xbox Series И посмотрим, как Titanfall Работает на нем Так, ну а теперь Мы на Xbox Series И давайте тут тоже Найдем какую-нибудь катку И сыграем в нее Так, по первым впечатлениям Чем могу сказать Просто чуть-четче И... Наверное, все Вся разница Так, скажем Насчет кадров секунды Здесь Ну, все то же самое По первым впечатлениям Вот Единственное, да Чуть-четче Опять же На фатке Чуть-чуть-чуть-чуть Так скажем Мыльно Вот в этой игре И все А вот этот мыльный Сильно ощущается Как раз таки За счет Дальности Да ладно Как я не успел так Давайте чуть-чуть Побегаем Сделаем какой-то вывод Да, опять же Вот в Titanfall 2 Чуть почетче И все О каких-то Таких глобальных изменениях Чтобы я мог сказать Что это действительно Лексген Вот в данной игре Я не замечаю Так, ну а теперь Мы запустим Мстителей Давайте Это будет крайняя игра На сегодня Кстати, сработала Функция Quick Resume Если что Эта игра тоже Не получала Никаких улучшений От нового поколения Но получит потом Но единственное На Xbox Series Есть два режима Производительности Это либо Высокое разрешение Либо 60 FPS Сейчас настроены Именно 60 FPS Давайте вот Что-нибудь такое Включим Давайте побегаем Помощем здесь Дроидов За Тора И потом Переключимся И посмотрим Как игра идет На консоли Xbox One Так Теперь мы здесь И давайте запустим Ту же самую миссию Так Ну что можно сказать Ну Мыльнее Это очевидно И 30 FPS Вот кстати Когда Начинается схватка Вот именно В этой игре Будто понижается Разрешение И картинка Становится Еще мыльнее Это капец Как заметно Плюс Знаете Вот это по сути Вторая игра Даже наверное Третья В которой заметил Что Вот Чем Больше Кадров в секунду Тем проще Целиться Вот именно Вот наводить камеру Не просто Какой-то буст А вот именно Просто Комфортнее Ну в принципе Давайте с этого Вот всего Абсолютно Со всех игр Сделаем какой-то вывод И все это подытожим Глядя на второй экран С камеры Я понимаю Что я убил На этот видос Весь день Поскольку Мои Соседи Сверлили Ну как иначе И давайте Сделаем вывод Мы в принципе Поиграли сегодня В Форзу В Тайтенфол В Колду В Ерю Пят И Мстители Да И по тем играм В которые мы играли Хочу сказать Что разница она есть Даже на Full HD телеке Но не скажу Что она мега глобальная Чтобы вот можно было Прямо сразу сказать Что вот это Нексген Ты играешь на Иксбокс Серия Сикс Нет Такого нет Разрешение Кадры в секунду И быстрая загрузка Это вот наверное Единственное Что капец Как бросается в глаза И то как бы Без этого Многим игрокам В принципе Можно Можно обойтись Так скажем Я такой игрок Который не сильно Придирчив к всяким эффектам И та разница Которая была между Иксбокс Там One X И Иксбокс Фат Она меня в принципе Не смущала И я спокойно Все восьмое поколение Держался на фатке И в принципе Ни о чем не жалею В целом Я думал Что разница будет Намного больше Думал Что я капец Как привыкну К Иксбокс сервису Что опять Перейду на Иксбокс И просто офигеет Разницы Но в принципе Под новую консоль Ну по сути Оптимизация Она давалась Только лишь На быструю загрузку На добавление функции Quick Resume Кстати эта функция Сработала только На Мстителях Потом Больше разрешения И повышенный кадр в секунду И это пожалуй Все улучшения Которые я заметил Да Понятное дело Что если делать Какой-то мега детальный обзор Чтобы там Каждому камушку Смотреть на него Да Разница может быть Будет и больше Но для игрока Который купил консоль Просто поиграть Который просто сравнивает Две версии консоли На FHD телеке Я не могу сказать Что разница Мега Просто мега Невероятная Я надеюсь Что вы увидите На записи То же самое Что и я Также заметил Что все таки Вот эта вот разница Видна лишь По конкретным играм Так скажем В полдваре Я больше заметил Вот эту вот зернистость Я заметил там Просед фпс А в гире 5 Я заметил больше То что там Вот такие жесткие 30 фпс Возможно нестабильны Потому что После перехода С 60 Ну вот реально Очень сложно было Прицелиться В форзе Опять же Это только Да Фпс было побольше На Xbox Series Но 30 на фатке Игрались более чем А вот на счет Псетелей Я там заметил Намного больше Мыльность По сравнению С другими играми Особенно тогда Когда идет схватка Ты сражаешься Там с каким-нибудь ботом И прямо реально Снижается разрешение Все становится Невероятно мыльно Это еще на самом деле Были показаны фрагменты Которые Не вмещают в себя Много элементов Потому что Когда там ботов много То картинка там Очень мега мыльная На Xbox Series Там все достаточно хорошо Но на самом деле Я думал Что разница будет невероятная Что это действительно Некстген Но оказалось Что это не так Но это в принципе Объясняется тем Что каких-то реальных Некстген игр По сути пока что Не вышло И какого-то невероятного Скачка Мы пока Увидеть не можем Даже те игры Которые получили оптимизацию Оптимизация касается Только быстрой загрузки Разрешения И кадры в секунду Остальное Это та же самая игра Поэтому если вдруг У вас до сих пор Xbox One Fat Xbox One S Если вас не смущает 30 фпс В некоторых играх То вы в принципе можете пока продолжать На пасгене Играть в новые игры Но опять же Как бы если вас Не теребит Вот эта вот Разница в разрешении И в кадрах На этом в принципе все Если вдруг надо будет Протестировать еще Какие-нибудь игры Пишите об этом в комментариях Если видос зайдет И реально много Кому будет интересно Как играет Стайльная игра На фатке И на сервис То я соответственно Запишу это видео Если вдруг вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите свое мнение На этот счет Возможно мое мнение Не совпадет с вашим Это нормально Но я вам рассказал О всех своих ощущениях В общем Большое спасибо вам За просмотр И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok